Доброе утро, дорогие друзья! Мы просто купаемся в новом, все новое. В первую очередь сегодня вечером у нас начинается новый месяц, Рош-Ходыш. И в этой недельной главе именно говорится об этом, этот месяц первый для вас. Вообще все заповеди, которые даны Богом человеку, начинаются с того, чтобы человек отмечал начало месяца. Поэтому два слова об этом. Во-первых, надо помнить, что написано в наших книгах, что если человек в Рош-Ходыш не накроет стол, или там не сядет, не отметит его, это большой грех. Даже в Шаббат сказано, можно не пригласить гостей, не сидеть за столом, а в Рош-Ходыш не имеешь права этого делать. Несмотря на то, что Рош-Ходыш является обычным рабочим днем, во многих общинах женщины воздерживаются от домашней работы. Есть такое объяснение этому в Медраше, Перке, Рабе и Лезере. Когда евреи делали золотого тельца, приняли участие в изготовлении, мужчины отдали свое золото. Женщины этого золота не дали, отказались последовать примеру мужчин. И в награду за это Бог пожаловал им дополнительный ежемесячный выходной. Кроме того, я прошу прощения, конечно, но во многих семьях принято, что в новом месяче муж делает жене хотя бы небольшой подарок. Мы начинаем с вами месяц Шват, это 11-й месяц года. Вечером сегодня он начнется, начиная с Ниссана. И пятый, если считать, от Тишрея, от Рошашана, еврейского Нового года. Но в книгах, в Танахе, в Торе его называют 11-м месяцем. Что произошло в этот день? Очень удивительная вещь, может быть не все знают. Маше говорил с народом в течение вообще 30 дней, 37 дней он рассказывал людям книгу дворим. И начал он это читать первого Швата, то есть сегодня вечером. Поэтому мудрецы сравнивают первое Швата к днём дарования Торы. Надо к этому отнесись. Почему? Мы всё время обращаемся к Тора, 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 Тора. Я вам расскажу короткую историю, которую я прочитал. Про Малкольма, человека, который был редактором британского сатирического журнала «Панчет». Это один из самых таких хамских изданий, самых таких султан-сатиры его называли. И вот он стал совершенно религиозным человеком, ходит в синагогу. И вот когда его спросили, а как это так, такой человек, отрицавший всё, он сказал очень интересную вещь. У меня есть друг, знаменитый яхтсмен. Он очень опытный мореплаватель. Я попросил его однажды помочь мне научиться управлять лодкой. И он мне сказал следующую вещь. Если ты хочешь насладиться свободой открытого океана, то сначала ты должен стать рабом компаса. Надо тут очень внимательно подумать. Новичок может усомниться в том, что советует профессионал. Зачем мне это слушать, ещё какая-то маленькая штуковинка, что-то крутится, какой-то компас. Я поплыву, куда хочу. Это моя яхта. Но любой разумный человек понимает, что без ориентирования, доступного благодаря вот этому вот маленькому компасу, мы будем просто барахтаться на месте или плавать кругами. Только следуя курсу компаса, мы поймаем вот этот ветер, найдём свою дорогу, будем прокладывать правильный путь вот в этом громадном океане. То есть, если мы хотим насладиться свободой открытого океана, то мы сначала должны стать рабом компаса. Тора – это компас жизни. Она даёт нам ориентирование, благодаря которому мы знаем хотя бы, куда идти, чтобы не попасть в пропасть. Без руководства, которое мы имеем из этой великой книги, мы можем просто пропасть в буйных водах, замешать. Мы будем не знать, что правильно. Ведь если идти без этой книги, ты вообще не разберёшься. Без системы духовного руководства, что ещё очень важно, мы просто барахтаемся, бесцельно блуждая по жизни, проживая и прожигая её. Для чего нужны уроки мудрости, для чего знать то, что великие говорили до нас. Когда мы приходим к развилке дорог, а это с нами происходит практически каждый день, мы не становимся судить, кто, какие выводы, как мы. Мы не знаем. Вот дорога, вот право и влево. Что нам делать? Представьте себе, не дай бог, что делает слепой, когда не знает, как идти по неизвестной дороге. Он берёт поводыря, или по крайней мере спрашивает у знающих людей на каждом повороте пути. Поэтому нам и предлагают наставников и поводырей, те мудрости, те мудрецы, которые были и есть в каждом поколении. Которые видят ясно вот этот вот путь в этом мире, которые являются вот этим сегодняшним компасом. Есть ещё один вопрос, который спрашивает, а почему вы не приводите Тору в соответствии с требованиями времени? Вот уже в космос все летают. Это хороший вопрос, и на него есть ещё интересный ответ. Когда ребёнок растёт, и ботинки становятся ему тесными, есть два варианта. Или расширить ботинки. Нам в моё время давным-давно делали отверстие, чтобы палец торчал. Или купить новые. Есть ещё два варианта. Или ходить босиком, или продолжить ходить в этих ботинках, пока ноги будут жечь, протирать, редь, боль делать. А почему никто не думает о пятом варианте? Взять и отрезать пальцы. Почему? Ну понятно почему. Потому что нога это главное, а обувь обслуживает её. Ведь это же понятно. Теперь поймите правильно. Вот это рассуждение менять тора, это разногласие, что такое обувь, а что нога. Мы знаем, что тора предшествует миру. И Всевышний смотрел в тору, творил мир. И это самый главный принцип иудаизма. Тора не будет изменена. Мы должны привести себя в соответствие с торой, а не тору приводить в соответствие с нами. Для вас человек это главное, сказал Равин, а тора как ботинок. Если жмёт, давайте поменяем. Для нас наоборот. Человек это повар, он сам готовит себе хлеб. И всё, что ему нужно в будущем мире, вот в этом готовить. В будущем ещё больше он должен себе готовить духовную пищу для будущего мира. Потому что нелегко будет голодному в вечном мире. И надо сказать ещё одно. Под какими вариантами не стоял бы твой выбор, на самом деле, есть только две опции. Это выбор в пользу прошлого и выбор в пользу будущего. Давайте выбирать будущего. Ходы штов, бархавы от слаха.